привет друзья меня зовут дмитрий карапенко давайте-ка в этом небольшом видео поговорим насчет деток и английского на эту тему у меня есть уже несколько видео ну ничего бывает такое желание как бы находит еще что-то вам сказать основываясь на своем опыте как я это делаю что может наверняка вам пригодится так вот извечная извечный вопрос как когда начать знакомить ребенка с английским кстати хочу вам сказать что в принципе если так глобально все вот эти принципы насчет деток и английского работают и со взрослыми однозначно то есть сейчас я буду говорить о мультиках немножко помните что если вот вы смотрите это видео и вы хотите начать учить английский и у вас есть определенное время пока вы к репетитору по какой-то причине не хотите ходить то даже если хотите без разницы то мультики на английском определенные как часть вашего такого языкового рациона это очень классно и очень вам поможет почему вообще что такое мультики это анимация движущиеся объекты в абсолютном большинстве сюжеты простые добрые интересные деткам то более интересно зачем взрослым эти интересные добрые яркие красочные простые позитивные вот в основном мультики делаются профессионалами которые уже по опыту знают что ребеночка заинтересует представьте там корпорация дисней данным уже со своей скажем 100 лет не там истории мировой лидер уже ли они не знают чем заинтересовать ребенка ясно что там психологический отдел люди свои там доллара не зря кушают и поэтому они знают что поэтому ребенку будет интересно однозначно неважно ребеночка два годика там 10 лет один годик разные мультики теперь я почему про эти мультики постоянно говорю дело в том что я английский пробовал и сейчас пробую развивать на двух детях старший у нас сын данил ему уже 16 он уже мультики ну как смотрит на уже самка на английском когда ему хочется там начал он их смотреть не так уж рано годиков в семь когда мы познакомились с утрой вот мои то ему же было лет 7 ну и потом я как фанат английского это все естественно привнес в нашу реальность вот и он начал смотреть эти мультики то есть он начал в семь лет смотрел он их много диапазон был широкий то есть я по находил в интернете такие ну на мой взгляд который ну хоть потому что бывают такие уже что такие мультики которые ну совсем но это редко в основном все мультики интересны и вот я ему ставил подряд начинают мази знаменитого там и disney и к ютюбовский чисто анимационные эти каналы так далее и у нас как было в при никто не заставляет никогда ребенка сидеть и смотреть их прям вот сиди и смотри да но это глупость это ребенок может возненавидеть и мультики английский делай что хочешь главное чтобы этот мультик звучал хочешь играть со своим конструктором лего там собирай да хочешь рисуй хочешь просто сиди хочешь ну потом даже уроки которые делай которые ты считаешь ты их все равно будешь делать или под музыку какую-то или под видео какое-то глупое на youtube или под этим мультики да то ну вот короче чтобы мультик играл звучал в результате что я хочу сказать я когда-то говорил уже об этом видео за пару лет скажем годика за два он стал в своем классе говорить на английском лучше всех это сто процентов я как профессионал я слышу со стороны что он говорит и как при том что никогда его никто ничему не учил то что всякие грамматики и так далее вся эта фигня и там у него оценки не очень высокие были то это такое но тем не менее разговор у него был лучше всех и даже сейчас вот недавно знакомая наша приезжала из австрии со своим бойфрендом бойфренд значит он соответственно немецкий да и английский так как сказать не родной язык но так вот данил спокойно с ним общался на английском хотя как настоящий лентяй ну как я все время никто этот английский по-настоящему же не учит вообще как можно учить английский английский можно там читать слушать пытаться говорить да получать какое-то удовольствие ну иногда какие-то словечки словарики посмотреть а вот и все то есть никакие формуляки на три страницы там не надо вот и он спокойно общается с этим дядькой то есть цель достигнута семи лет смотрите ребенок без всяких принуждений в плане что делать именно просто то что нас мультики звучали вместо новостей и всякой вот этой фигни да вот он теперь второй пример дочка софии ей два годика и четыре месяца тут пока еще говорить о разговоре на английском и так далее рано потому что она еще на русском не очень-то но у нас мультики опять-таки звучат эти английские чуть ли не с рождения почему не то что я понимаете фанатично да вот значит папа англичанин тут у нас маньяк да учитель и вот у нас будет там ничего другого мы не будем смотреть нет просто моя супруга четко видит как и я и согласна со мной что эти мультики они добрые каналы я часто не говорю дэйвент эйва коко мелон там всякий вытел дэйби бом или мультик эти диснеевский а ну все позитивное яркое доброе позитивное вопрос но неужели это не прекрасно ребенку для жизни чтобы он рос в атмосфере ну вот этого добра может быть у кого-то может закраться такое такой страх что значит если он не смотрит новости целыми днями да где наводнение шквала изнасилования эти аварии инфляция коробка коррупции так далее если он все это не слышит эту гадость сюда то может быть он вырастет в общем не приспособленным к миру сему да вряд ли вы знаете я вот на даниле смотрю и на другие дети с которыми занимаюсь английским подростка это не имеет никакого значения я считаю только лучше будет если вместо всякого негатива который для нашей жизни но никакого абсолютно я считаю пользы но никакой то что я буду в курсе что я не знаю там какой-то там костромской области взорвался какой-то вулкан и погибло там 100 человек ну мало того что это не на русском да то есть она меня английский не разовет если во вторых я только этим негативом заряжаюсь это определенное отношение к жизни меняется ну бесполезно ну это моё мнение а вот английские мультики казалось бы да все там краски до бегают хрюшки зверюшки на самом деле они могут вам вашему ребенку потом в будущем сэкономить тысячи долларов тысячи потому что нормальный репетитор ну он работает за деньги а не за еду так вот они вам нам сэкономить тысячи десятки тысяч долларов на профессиональных репетиторах если вам надо будет готовиться каким-то там тестом колледжем и так далее ну смотрите у меня такая немножко привычка свои мысли ветвисты немножко так ветвисты дам простите меня такое есть так вот софия возвращаемся двадцать чем-то годика она постоянно смотрит эти мультики бывают эти мультики мне надоедают я край муха слышу там все построено на примитивных мелодиях двух трех четырех и таких как вам сказать ну давайте назовем их народные английские песенки скороговорки считал очки всякие так далее вот и ну мелодию тут когда ты слышишь 30 30 30 тысячный раз короче вот этот иногда когда если голова болит и я себя нехорошо чувствую раздражает но ребенок сидится если выключаешь это включаешь что-то как вам сказать ну даже шоу какое-то новости мы никогда особо по жизни не смотрим какой-то шоу да я не знаю вот про кулинарию например ну ребенок сразу так как-то поглядывает вы знаете на это видно что ему она не нравится я понимаю что не все для ребенка но тем не менее мне это и самому как бы не особо и там друзья краткой месседж этого видео чтобы ваш ребенок или вы сами но давайте на детках сейчас я не распылялся чтобы ваш ребенок полюбил английский включаете ему мультики обучающие особенно когда особенно маленький не сразу вот эти как вам сказать какая-то там пришельцы маска света 4 вот третье нашествие так далее который во первых там очень быстро на английском эти выкрики всякий ребенок ничего не поймет то есть ну какая то может быть польза будет ну зачем младенцу полутрагодичного вот это глупости да сотни есть классных добрых обучающих мультиков те которые вам перечислить всякие коко мелоны каналы little baby bum ну их десятки я просто лидеров скажем там штук десять вот вы видите спокойно в youtube на английском english rhymes for kids английские стишки для деток и вы увидите всю эту красоту вы там подписывайтесь да вот плейлист и вот эти все такое ваша задача включить громкость подбираете по ситуации если у вас голова уже устал от этого всего этих наигрышей то включаем потише если еще не устала то можно принципе погромче так как ну однозначно чем громче звучит английский тем лучше он запоминается ну до определенной степени чтобы ребеночек не углух вместе с вами вот я на фоном себе играет у вас у нас она играет бывает условно скажем с десяти утра там и до десяти вечера с перерывами на сон гульню на улице ну и так далее вот как только супруга с доте выходят на улицу я выключаю потому что я то лингвист да ну мне как взрослому дяде вот это вот how are you how are you эти мелодии постоянно сумея конечно череп начинает немножко разносить ну ничего вот зато мне приятно что мой ребенок привыкает к английскому это второй язык который идет как бы с детства так называемые билингви двоязычные детки да типа ну почти некоторые опасаются взрослый как же если ребенок будет слышать с детства через несрождение русский например там украинский и английский у него будет каша в голове в некоторых местах может и будет в некоторых аспектах насчет языка на это слегка и перекроется потом успехами в садике в школе по-английскому по жизни ну и так далее такая лингвистическая культура чтобы сильно в эти дебри философски не уходил бы в общем это классно и никакой там каши в садике все равно он будет слышать на родном языке каша суп тарелка ну сейчас получишь и так далее ничего там особо не английский этот не перебьют бог и друзья ставьте детям мультики я надеюсь что хоть кто-то меня услышит как бы найти месседжи видео все проверено на своем опыте в основном всегда всякие эти видео хоть они многим кажутся может быть не очень интересными потому что я себе тут сам изливаюсь да без всяких там анимационных эффектов сильных и так далее вот но не матерюсь там как некоторые не поливаю грязи еще кого-то то есть но не так интересно но все эти видео пропитаны жизненным опытом в плане английского можно было бы поговорить на другие темы и это все реально работает работает так что иногда мурашки по коже как она работает и помните что все гениально и просто да то есть ребеночку привить любовь к английскому и самому язык очень просто не надо там каких-то супер методик потому что чем сложнее вы будете пытаться что там делать мануцию мультики мультики вот это под музыку ритм еще раз мультики десятки сотни раз и ребеночек вас я думаю ему любовь к английскому или по крайней мере прогресс в английском по жизни гарантирован ok друзья желаю вам красиво английского в меру упитанных радостных деток вот я вас люблю и до встречи в следующих видео